В Сучи насчитывается 54 тысячи детей в возрасте до 18 лет. Практически 90% занимаются в секциях, посещают кружки и другие внешкольные занятия. Но все-таки 9 тысяч до сих пор не задействованы и не нашли себе занятия по вкусу. С ними по поручению мэра уже началась активная работа педагогов по вовлечению в спорт или искусство. На особом внимании дети из неблагополучных семей и те, кто уже в столь юном возрасте нарушает законы. Я не раз говорил о том, что в городе Сочи созданы благоприятные условия для того, чтобы наши дети себя находили и росли благополучными детьми. Если сегодня отдать этих детей в спорт, либо в искусство, потому что не все, понятно, и по своим физическим возможностям имеют возможность такую заниматься, но человек будет занят. С этим человеком будут работать замечательные люди, которые посвятили свою жизнь либо спорту, либо искусству, они талантливые. То есть это вы, по большому счету. И это те люди, которые на самом деле могут человека поставить на нужный путь. В зале администрации Центрального района собрались более сотни наставников. Это педагоги творческих кружков, преподаватели физкультуры и тренеры различных спортивных секций. Василий Кошелев, например, обучает детей стрельбе из лука и уже смог воспитать из трудного ребенка настоящего мужчину. Сейчас ему 16 лет, а в 14 лет угнал мопед у кого-то. Вот, и стал трудным. Ну, хороший мальчишка, занимается спортом. Один у мамы, летом работает, помогает маме. У него первый юношеский разряд. Вот, ну, уже готов выполнить и взрослые разряды. Спорт улучшает не только физическое здоровье, но и помогает детям становиться внимательными. Возрастает успеваемость в школе и совершенствуется поведение. Усидчивость и послушание вырабатывают и творческие занятия. Все это особенно необходимо трудным подросткам. В Сочи на профилактическом учете состоят 130 несовершеннолетних. Эта цифра непостоянная, каждый месяц она варьируется. Сейчас основная задача у нас по поручению главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова стоит, чтобы он как можно больше детей у нас вовлечь в досуговую занятость. Институт наставничества у нас уже работает с 2009 года. За каждым несовершеннолетним у нас закрепляются наставники. Эти наставники могут быть из числа как общественности. Это представители ТОСов. И они имеют уже положительный опыт работы. Наставники помогают детям не только обрести новое увлечение, но и навсегда попрощаться со статусом подучетного в полиции ребенка. Работа проводится и с родителями. Кроме того, по поручению Анатолия Пахомова следить за занятостью детей должны и педагоги. В дневниках школьников должны быть не только отметки за учебу, но и о посещении секций или кружков.